МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы первые! Команда национального телевидения быстрее всех СМИ пробежала эстафету газеты «Советская Чувашия». Дополнительные выборы в органы местного самоуправления республики признаны состоявшимися. Предварительные результаты единого дня голосования подвели сегодня на совещании в Доме правительства. Прошедшие выборы показали, что жители региона голосуют за стабильность. Большинство из 82 мандатов за представителями правящей партии, причем солидным отрывом. Только в одном округе победу одержал самовыдвиженец. В некоторых субъектах результаты оказались достаточно малопредсказуемыми. Взять хотя бы нашу соседнюю Ульяновскую область. То, что органы государственной власти республики и местного самоуправления пользуются авторитетом, пользуются уважением среди избирателей. Информационный фон, который был на выборах президента России, конечно же, не сопоставим с тем, что было сейчас. Но тем не менее, несмотря на это, у нас за редким исключением явка была достаточно высокая. Уже к утру подсчитали, что явка на выборы в ряде округов достигала 100%, в среднем по региону более 60%. Выборы прошли честно, соблюдая избирательное законодательство и волеизъявление избирателей. Где-то на один мандат претендовало два кандидата, а где-то все семь. Но несмотря на острую борьбу, выборы в республике проходили спокойно. Серьезных жалоб не поступало. Число совершенных преступлений, в основном таких, как преступления против личности, снижается. То есть можно сказать, что оперативная обстановка не только контролировалась нами, но и со стороны самих жителей республики также меньше совершается противоправных деяний. Те, которые уже завершены проверкой, нарушений существенных законодательств никаких не выявлено. А часть еще проходит, проверяется. За ходом единого дня голосования следили и общественники. Корпус гражданских наблюдателей прошел испытания президентскими выборами, доказав свою эффективность. Появляются новые люди, более активные. На это все будет способствовать гражданской активности. Наверное, будет способствовать лучшему пониманию гражданами и Чувашской республики, и вообще в целом Российской федерации своих задач, потому что они формируют органы законодательной власти, и в целом формируют органы исполнительной власти. Глава региона отметил, что мандаты достаются тем, кто на деле защищает интересы избирателей. Поэтому нужно работать предметно и давать результат. Это вопросы жизнеобеспечения, вопросы повышения качества жизни. Пускай там 44 или там 150 человек, но люди пошли, проголосовали. Потому что авторитет у кандидата самый высокий. Окончательные итоги выборов цикл региона опубликуют в ближайшие дни. Но уже очевидно, что картина сильно не изменится. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Члены правительства обсудили и ход уборочной страды. На этой неделе, как и на прошлой, погода аграриям благоприятствует. Работы должны быть завершены в ближайшие дни. В республике намолочено порядка 600 тысяч тонн зерновых. Больше всего в Яльчикском, Цивильском и Вурнарском районах. Урожайность достигает 23 центнеров с гектара. Перерабатывающие предприятия закупили свыше 60 тысяч тонн нового урожая. Осталось убрать на сегодняшний день 10 700 гектаров. В основном это поздно убираемые культуры. Гречиха 6,2 кукуруза на зерно 1,7. Такие культуры как проса. И осталось немного у мелких фермеров зерновых культур. Поздние посевы. Завершены уборочные работы без учета гречихи и кукурузы на зерно. В Аллатрском, Батревском, Канарском, Комсомольском, Красночитайском, Парецком, Шамурчинском, Яльчикском и Янтиковском районах. Погода в целом благоприятна для созревания. Как Михайлович отметили, кукуруза не только носилась, но и на зерно. Многие хозяйства рассматривают кукурузу, которую все или носилось, убрать на зерно. В этом году хорошо дозревает. В большинстве сельхозпредприятиях заготовлено необходимое количество кормов. Продолжается уборка картофеля, хмеля. Цены на урожай приемлемые. Одну тонну пшеницы третьего класса сейчас покупают за 10 тысяч рублей. Перед аграриями республики стоит задача провести в срок сефазимых культур, приоритет и сокращение бесхозных полей. Михаил Игнатьев отметил, что власти муниципалитетов должны найти эффективных собственников. В этой конкурентной среде эффективный собственник, земледелец, он должен появиться. И все те земли, которые еще не обрабатываются или не сего в роте, они должны у нас в течение буквально при такой ситуации года надо все вести в сего в рот. Ну а тем, кто сейчас готовит семенной материал картофеля на следующий год, специалисты советуют быть предельно внимательными. В большинстве районов Чувашии обнаружен опасный паразит, который может испортить весь будущий урожай – картофельная нематода. Золотистую картофельную нематоду можно рассмотреть только под микроскопом. Однако информация о распространении этого микроскопического вредителя, который питается соком картофельных корней, звучит как сводка с фронта. Завоен 61 регион, включая весь Привожский федеральный округ. Это наши соседи, Татарская республика, Удмуртия, Оренбургская область, Нижегородская. Вредитель очень опасный, поскольку может наше население остаться полностью без картофеля. В Чувашии первый раз нематоду выявили 38 лет назад в Шумерлинском районе. С тех пор при проверках она встречается в частных хозяйствах практически всех районов. Так в этом году ее обнаружили в 18 муниципалитетах. С ним бороться невозможно. Они пока еще ничего не придуманы с ним. Только севооборот. Поэтому, где раньше сажали картофель, хотя бы лет 7 нельзя сажать. Именно севооборот, то есть когда картофель не сажают из года в год на одном и том же участке, спасают от нематоды сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. На их полях этот паразит не обнаружен. Так что семенной материал специалисты советуют закупать только у них. Кроме того, чтобы не лишиться урожая, необходимо тщательно следить за состоянием ботвы. Появляется небольшой очаг. Обратить можно внимание на то, что картофель отстает в росте, начинает желтеть кусты. И когда вы дергиваете картофель, то там практически отсутствуют клубни. Либо они очень мелкие и такие бородатые. То есть видно, что картофель не даст урожая. И с каждым годом этот очаг будет увеличиваться, если вы не будете применять никаких мер. Что касается употребления в пищу картофеля, который поражен нематодой, то здесь опасности для человека нет. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чувашии встретился с заместителем председателя Российско-Сингапурского делового совета Сергеем Робским. На встрече обсудили вопросы реализации и продвижения совместного проекта телемедицины в Республике. Согласно ранее достигнутым договоренностям в рамках российско-сингапурского делового сотрудничества, на территории Чувашии ведется реализация пилотного проекта в области цифрового здравоохранения. Коммуникативные технологии связывают пациента и врача и помогают в постановке диагноза и лечении. Пилотной площадкой является республиканский клинический онкологический диспансер. На его базе с 2017 года действует региональный научно-консультативный телемедицинский центр. Сейчас в республике успешно используется региональная телемедицинская информационная система Минздрава России, к которой подключены все медицинские организации и их структурные подразделения, частные клиники и федеральные центры. За это время было проведено более трех тысяч консультаций. С Чувашией, я хочу сказать, у меня просто всегда были и есть хорошие отношения. И я считаю, что этот регион действительно перспективный. То, что здесь сделано за весь этот период времени, он действительно потрясает. И когда людям рассказывали, что говорят, во многих регионах этого просто нет в природе. И поэтому было предложено еще два или полтора года тому назад сделать здесь уникальное решение для России, как пациент-доктор. То есть возможность обычному обывателю, обычному пациенту иметь постоянный мониторинг состояния своего здоровья в ведущих клиниках Чувашской республики. Сейчас в республике разработан региональный проект создания единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения, благодаря которому будет обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизация пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций. К 15 октября на Марпасадском шоссе в Чебоксарах должен быть достроен надземный пешеходный переход. А летом будущего года в микрорайоне новый город пустят троллейбусы. О развитии дорожной инфраструктуры говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. В новом городе большая стройка и речь не только о новых жилых домах. Полным ходом идет реконструкция Чебоксарского проспекта. Общая протяженность почти два километра. В этом году отремонтируют половину. В настоящее время проведены подготовительные работы. Демонтированы бортовые камни на первом этапе, светильники и кабельные линии на опорах освещения на всем протяжении реконструированного участка. Выполнено шурфование пересечек под ливневую канализацию. Установлены опоры на второй и третий этапах. Ведутся работы по расширению проезжей части на первом этапе. Устройство ливневой канализации, установки опор на первом этапе. И устройство контактной сети на третьем этапе. На завершающей стадии реконструкция московского моста. Движение по нему должны запустить уже в конце ноября. Новый асфальт в Чебоксарах укладывают и по федеральной программе безопасные и качественные дороги. В этом году на эти цели выделено около 900 миллионов рублей. 36 участков дорог протяженностью около 35 километров. Большую часть уже отремонтировали. Но сегодня мы видим, что в установленные сроки контрактом подрядчики не укладываются. Могут не успеть. Поэтому я прошу вас еще раз всех собрать, еще раз предупредить всех о мерах ответственности, о взятых на себя обязательствах. Потребовать выполнения работ в кратчайшие сроки. Но и особое внимание к качеству принимаемых работ. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Министерство культуры и администрации Чебоксар составили дорожную карту по реализации проекта «Этническая Чувашия». Напомним, что во время одной из недавних инспекций главы региона подрядчикам указали на отставание от графика. Реализация приоритетного проекта началась пять лет назад. Все бюджетные обязательства республика выполнила. За счет региона были проложены необходимые коммуникации и автомобильная дорога. Возведена котельная. Со своей стороны инвесторы должны вложить порядка 7 миллиардов в развитие этнокомплекса. Сейчас работы на объекте затягиваются. Министерство культуры поручено наладить контроль за реализацией проекта. Александр Геннадьевич, я дал вам задание, соответственно, вы дорожную карту на сегодняшний день сделали, потому что предприниматели, когда я был, в лице три группы, опять начинают задавать вопросы. Вот то здание, тот объект, который красиво строится с правой стороны на Афанасьево. Это чисто частный бизнес. На благоустройство начинают дополнительные средства предусмотреть. Была бы школа, мы бы благоустроили. У них аппетиты слишком так. Я ему говорю, соответственно, он опять начинает, да вот на металл. Я говорю, объект ликвидный, спрос есть, есть. Так, говорю, найдите средства и благоустройте, чтобы этот объект заработал. До 1 ноября должен быть завершен и третий этап реконструкции Московской набережной. Подрядчикам необходимо уложить брусчатку, установить ограждения и фонари. Михаил Игнатьев предложил поднять вопрос и по переименованию набережной. Ветераны и жители города мне задают уже не первый раз, хотя я сказал, сейчас публично еще озвучу, почему Московская набережная. Понятно, там Московский район, можно ответить, и Московская набережная. Это звучит, может быть, не совсем корректно, поэтому по названию набережной вы голосование проводите. Я Михаилу Вадимовичу тоже дала задание с учетом всех тех технологий и как люди бы хотели его назвать. Профессионалов и любителей спорта в 80-й раз объединилась эстафета газеты «Советская Чувашия». За кубки и медали боролись команды учебных заведений, органов власти, организаций и средств массовой информации. Я желаю вам тоже почувствовать, что именно на эстафетах проявляется командный труд. Самая тростная команда пусть победает, остальные будут стремиться к победе. Первый старт состоялся в сентябре 1932 года. Тогда на Красной площади Чебоксар соревновались 31 мужчина и 7 женщин. В военное время забег не проводился. Несколько раз эстафету отменяли из-за плохой погоды. К слову, довольно часто в день привидения то и дело накрапывал дождь. Но юбилейному забегу погода благоприятствовала. И уже по современной традиции спортивный праздник открыл забег руководителей. Добрый пункт казино «Советская Чувашия» в 50-й. Электронический праздник открывает участники первого старта. Собег возглавляет глава Чувашкин Кеменея Васильевича Игнатьева. Мы фестиваль прорезы проводим ежегодно. А это сколько-то по 50-й раз. Конечно, это вообще спортивный, мощный праздник, хочу сказать. В веском прорезы прорезы, прорезы, борьба за первую, вторую позицию. Валюкатерик, Кеменея Васильевича Игнатьева, он писал золотыми буквами, золотой страницей об истории народа Чувашии. Давайте, давайте, обещаем девчонки и мальчики. Собег мира. И мы, молодые люди, продолжаем эти добрые дела. Это спортивное мероприятие единственное в Чувашии со столь богатой историей. Каждый год в нее вписывают новые имена победителей. При этом в районах прошли отборочные забеги. И в Чебоксары приехали сильнейшие представители. Поэтому у наших коллег-телевизионщиков подобрались серьезные соперники городских и районных СМИ. Пока другие просто сорванутся и передать палочку моему коллеге Валерию Резюкову. Он у нас оператор. Третий этап у нас будет Татьяна Леонтьева, федатор, и Саша Петров опять оператор. С первых метров дистанции они вышли в отрыв в компании журналистов «Цивильского вестника». Лидируя на протяжении всей дистанции, первыми к финишу пришли сотрудники национального телевидения. А коллеги-радийщики заняли третье место. К этой победе журналисты НТРК шли последовательно. В позапрошлом году были третьими, в прошлом – вторыми. В этом, наконец, покорили верхнюю ступень пьедестала. Поздравления и призы победители принимали от генерального партнера забега компании «Мегафон». Почувствовать себя победителем вообще сегодня мог каждый в стилизованной фотозоне. Сегодня самые активные, самые спортивные, самые быстрые собрались на Олимпийском стадионе. Мы с радостью поддержали данное мероприятие, потому что скорость важна не только в эстафетах, но и скорость важна в мобильном интернете, особенно когда он безлимитный, как у компании «Мегафон». Подарки от компании «Мегафон» сегодня получат победители семейных команд, основных групп. Мы также приглашаем всех на нашу мобильную фотозону, для того, чтобы можно было сфотографироваться, сделать селфи, выложить в интернет и получить подарки от компании «Мегафон». Сверхскорости в достижении поставленных целей развивали участники семейных эстафет. Ивановы бежали дважды в обеих возрастных категориях и столько же раз оказались на пьедестале почета, причем на самой верхней ступени. По статистике около 42% жителей республики ведут здоровый образ жизни. И статус Чувашии, как одного из самых спортивных регионов страны, крепнет из года в год. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Скульпторы со всего мира в ближайшие несколько дней будут работать в нашей республике. На базе санатория «Жемчужина Чувашия» стартовал первый чебоксарский международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры. В прошлом году Союз художников Чувашии и Союз художников России получили грант президента страны. Так родился проект «Искусство за мир». На первый чебоксарский международный симпозиум приехали скульпторы из Колумбии, Китая, Чехии, Азербайджана и Чили. Карлос Энрике Родригес Саранго участвует в симпозиуме по личному приглашению чувашского скульптора Владимира Нагорного, с которым он познакомился в Корее. Мастер отмечает, он бывал в разных городах по всему миру, но чебоксары его покорили. Город мне очень понравился, город очень красив, очень много пространства в парках, очень много парков самих. А самое, что ему запомнилось, это чистота в городе, очень организованная и чисто везде. Участников симпозиума поприветствовал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что такие события вносят вклад в развитие дипломатических отношений между странами-участниками. Скульпторы, в свою очередь, поблагодарили руководителя региона за внимание к их делу. Всем было приятно, что на таком уровне, значит, как-то участников симпозиума принимают здесь Чувашии. Вообще, это очень интересное движение, вот эти симпозиумные движения, потому что скульпторы с разных стран обмениваются опытом, обмениваются какими-то идеями, работают. Для каждого участника подготовлено рабочее место. Все скульптуры останутся в парке санатория «Жемчужины Чувашии». Ольга Пырычкина, Ирина Волкова, Борис Андреев. Республика. Конкурс особенной красоты и необыкновенного таланта «Мисс Свобода» прошел в Чебоксарах в четвертый раз. На сцену вышли 13 участниц, которые прошли отборочный тур. Они красиво танцуют, отлично поют, рассказывают стихи. У девушек шикарные прически, нарядные платья и профессиональный макияж. На сцене участницы конкурса красоты. Подбирала наряды, вспоминала свое стихотворение. Ну и, конечно же, набиралась сил и позитивного настроя. Конкурс не совсем обычный. В нем участвуют девушки с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, диагнозы ничуть не умаляют их красоты. Просто участницам нужно чуть больше сил и мужества, чтобы показать зрителям все свои таланты. Девушки раскрывают себя, становятся увереннее в себе. И здорово. Мы разбиваем границы психологические. Хочется сказать огромное спасибо нашим партнерам, которые нас поддержали. И особенно спасибо нашим друзьям, моим друзьям, которые просто меня окрыляют. Которые всю работу сделали за нас. Большое спасибо. И дай бог, чтобы все доброе, что они делают, вернулись с ним строить. Межрегиональный конкурс красоты вот уже четвертый год организует Чувашская общественная организация социальной поддержки и защиты граждан «Свобода». Среди помощников – Общественная палата республики. Девушкам конкурс помогает развиваться и двигаться дальше. Екатерина Ворошилова, например, в этот раз оценивала таланты участниц вместе с остальными членами жюри. Между тем, она обладательница титула «Мисс Свобода-2016». Этот конкурс дал мне уверенность в себе, уверенность в своих друзьях. И, конечно же, он дал мне свободу души, полет души. И я теперь хочу пожелать всем участникам поверить в себя, быть самими собой и просто получать удовольствие от жизни. Всем конкурсанткам желаем удачи. В этом году уверенность в себе и поддержка близких помогли победить Оксане Михайловой из Чубаксар. Она стала «Мисс Свобода-2018». Татьяна Трофимова, Ирина Волкова, Бахтияр Белиев, Республика. Таким стал первый рабочий день этой недели. Впереди полезная информация. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Сколько денег нужно человеку для счастья? Согласно опросам, средней российской семье нужно около миллиона на год, чтобы чувствовать себя комфортно. Сегодня стать обладателем этой суммы можно буквально за несколько часов. Как? Секрет открывают специалисты Банка Восточной. Получить сумму до миллиона рублей в Банке Восточной можно в день обращения, предоставив минимум документов, паспорт и справку 2НДФЛ. Как потратить миллион, каждый решает сам. Отправиться в отпуск, получить образование, сделать ремонт или купить новую технику. Кредит «Большой сезон» может помочь во всех этих вопросах. При этом кредит интересен еще и своей ставкой. В большинстве банковских продуктов процентная ставка варьируется в зависимости от суммы кредита, срока погашения и ряда других факторов. «Большой сезон» относится к счастливому исключению. Ставка по нему фиксированная и составляет 1,5%. И на 13 месяцев, и на 3 года. Получить средства, которых не хватает для полного счастья, легче, чем кажется. При этом, благодаря комфортным условиям кредита «Большой сезон», счастье будет действительно полным. Именно это приоритет специалистов Восточного.